В журнале «Светоч», который выходит в частном издательстве Николаевых, за прошлый год напечатана статья журналиста из Новосибирска Александра Александровича Оканишникова под названием «Мат убивает душу». А начинает он ее с информации о том, что в медицинской практике известно такое явление. При параличе, при полной потере речи, когда человек не может выговорить ни да, ни нет, он может, тем не менее, совершенно свободно произносить целые выражения, состоящие исключительно из мата. «Явление, на первый взгляд, очень странное, но говорит оно о многом. Получается, что так называемый мат проходит по совершенно иным нервным цепочкам, нежели вся остальная нормальная речь». Часто приходится слышать версию о том, что матерные слова пришли в русский язык во время ордынского ига от тюркоязычных народов. Но исследования, проведенные еще в 20-е годы XX века, показали, что в тюркских языках этих слов не существовало. Один из профессоров пришел к выводу, что слова, которые мы называем матерными, произошли от языческих заклинаний, которые направлены на то, чтобы разрушить человеческий род, навлечь бесплодие на нацию. Недаром все эти слова так или иначе связаны с детородными органами мужчин и женщин. Вы ругаетесь матом? Бывает, конечно. В каких случаях? В каких, когда что-то достает. А в условиях бездорожья нашего автопрома, вот это, дороги, ну никогда не годятся. Всю жизнь мы боремся с этим, с этой проблемой. И тем не менее, а мат, он бывает так поможет, что объедешь в любую ямку. Употребляем. В каких случаях? Плохо, плохо. А когда на нервах чего-нибудь действует, употребляем. А без них можно обойти? Да, в другой раз можно, а в другой раз и нельзя. Вроде употребишь, и полегче как-то делается. Я не употребляю мат. Мне не нравится негатив этот мат. Все. Я не употребляю эти слова. Редко, может, бывает это употребляю, но не люблю его. Пытаюсь вообще отказаться от него. Ну это очень редко бывает, выскочит слово. И то потом себя. Я считаю, это грех такой вот. На душу берем. Опрос, проведенный здесь, в границах нашего города, подтвердил наше мнение о том, что подавляющее правительство людей негативно относится к этой словесной помойке, именуемой ненормативной лексикой, но ничего с собой не могут поделать. Дело в том, что мат имеет глубокие исторические сакральные корни. Используя те слова, которые мы именуем ненормативной лексикой, люди во время вакханалий языческих призывали этими словами падших духов. Скажу больше. Слово, которым мы на ненормативном лексиконе обозначаем половые отношения, обозначает проклинаю. Вот так вот. Когда человек произносит это слово, он проклинает свою жену, он проклинает человека, которому его ругательство обращено, а слово имеет огромную силу. Господь наш Иисус Христос говорит, от слов своих оправдишься, и от слов своих осудишься. Мне сегодня хотелось бы еще коснуться такой темы, которую мы называем учением об энергиях. Мы с вами знаем, что человек большей частью состоит из воды. И вода имеет энергоинформационное поле. И две энергии существуют в этом мире. Энергия со знаком плюс. Мне не нравится современная терминология, но я вынужден ее употреблять, чтобы быть понятнее. Энергия со знаком плюс – это благодать Духа Святаго. Это божественная энергия, оживотворяющая, исцеляющая, врачующая наши душевные и телесные раны. Но в этом мире существует и другая энергия со знаком минус. Или энергия демонического характера. Энергия, которая носит разрушительный характер. И когда в этом мире начинает доминировать одна из энергий, мир либо облагораживается, либо же он идет к гибели. Катаклизмы, эпидемии, войны, кризисы и многое другое. Но то, каким будет мир завтра, через 10, 50, 100 лет после нас, зависит от нас с вами, от нашего с вами благого произволения. Каждый раз, когда мы совершаем тот или иной поступок, произносим то или иное слово, мы проецируем свое внутреннее состояние, энергию этого слова на среду обитания. Повторюсь, мы или облагораживаем своим поведением, своими поступками, своими словами и мыслями. Мысли тоже материальны. Этот мир или мы его разрушаем. Одним из факторов разрушительного воздействия является мат. Ненормативную лексику называли на Руси собачьей лаей. Я говорил ранее, привлекали демонов. Если человек ругается матом за столой, пища проклята, ее нельзя есть. Каждый раз, мы с вами уже говорили, сегодня у нас люди все грамотные, читают много литературы, существует энергоинформационное поле определенное. Пища наша, наше тело, мы говорили, очень большой процент воды. И меняется ее структура. Мы кушаем поврежденную пищу. В житии сведения Тихода Задонского есть такой случай. Задонский-Воронежский был такой епископ. Приехали гости, повар приготовил рыбу. Но когда повар принес рыбу в трапезную, свидетель сказал, эту рыбу есть нельзя, выбрось ее. Он говорит, как так, ваше высокопресвященство? Ну, Тихон Задонский, святой человек, которому были открыты тайны человеческой души, он прозревал будущее, стоящее рядом. Стены для него не были помехой. И ему было открыто, что повар, когда готовил пищу, о чем он сказал повару, проколол палец и вырвался, проклял рыбу. Святой сказал, ее есть нельзя. Часто приходится слышать, как оскорбляют мать, не вникая в смысл того, что произносит. У нас мать Пресвятая Богородица, мать, которая дала нам жизнь, посредством которой мы пришли в этот мир. Мать сырая земля, которая, когда придет наш час, примет наше тело. Еще мы с вами должны помнить, что сквернослово Царство Божие вы не наследует. Царство Божие – это мир абсолютной гармонии. А мы с вами, будьте уверены, хотим или не хотим, мы никогда не умрем. Наша душа с последним дыханием через рот оставит тело. На сегодняшний день есть множество свидетельств тому, о чем в течение тысячелетий говорит православная церковь. О жизни за гробом. В настоящее время употребление ненормативной лексики приобрело масштабы эпидемии. Она проникла везде – в литературу, в кино, в средства массовой информации. Для многих матерная речь становится нормой. Наши дети, не имея стойкого иммунитета к этой словесной инфекции, заражены ею уже в первом классе. Почему же это происходит? Кого дети копируют? Как с этим бороться? Рассуждает Светлана Петровна Творогова, методист медико-педагогической школы. Каждый возраст имеет свои причины и свою мотивацию употребления нецензурных выражений. Если дети двух-пяти лет используют жаргон неосознанно, поскольку подражание свойственно младшему возрасту наравне с другими видами деятельности. Если дети пяти-восьми лет употребляют нецензурные выражения, это проявляется как бунт против того, как надо. Это кризис семи лет. При этом дети осознанно употребляют мат. Они знают, что так говорить нельзя. Но подражают более старшим детям. В подростковом возрасте дети тоже понимают, где можно говорить нецензурной бронью, а где нельзя. Жаргон используется как средство связи между ровесниками для самоутверждения, для принадлежности к какой-то определенной группе, для того, чтобы влиться в коллектив и быть как все. Это звонок родителям. У ребенка проблемы. Как же реагировать родителям на ненормативную лексику детей? Ну, начнем с дошкольников. Дошкольник, который только еще вчера научился складывать слова в предложения, своей первой папой и мамой сказал, но уже вдруг начинает залихватски вертывать крутые бранные словечки. Что же делать? Во-первых, выявить источник информации. Возможно, в вашей семье есть человек, который употребляет бранные слова, а ребенок их слышит. Необходимо переговорить с этим человеком, чтобы он в присутствии ребенка не употреблял нецензурные выражения. Однако иногда источником бранных слов становятся не близкие люди, а люди в окружении рядом. Это соседи, кто-то на улице, в магазине, в других общественных местах. В таком случае предупредить влияние на ребенка будет очень сложно. Как же поступать, когда ребенок-дошкольник вдруг выдает вам бранную триаду? Во-первых, напрашивается сразу ответ – отругать. Зачастую мы с вами так и делаем, но не учитываем психику дошкольника, психику маленького ребенка. Это действие будет не совсем правильным. Восприятие ребенка-дошкольника таково, что он своими выражениями, словами, тем более выражениями нецензурного характера, он просит нам показать свою, нашу реакцию взрослых на его слова. Тем самым он познает через нашу реакцию окружающий мир. В таком случае любая реакция наша положительная или отрицательная будет для ребенка важна и будет являться подтверждением его поведения, и оно будет закрепляться. Ребенок будет продолжать ругаться. В данной ситуации самой правильной будет реакция родителей, когда они будут пропускать эти слова и не обращать на них внимания. В такой ситуации ребенок постепенно будет угасать влияние негативных слов на его психику, и он их перестанет употреблять. Одна из причин, почему подростки ругаются матом, это стремление показаться взрослыми. Поэтому в процессе всего этапа взросления родителям необходимо понимать и внимательно относиться к своей речи. Надо позволить реализовывать ребенку чувство взросления достойными способами. Например, давать ему право выбора. Выбор друзей, выбор объединений творческих, спортивных, выбор цвета обоев в своей комнате, выбор цвета одежды, но в конце концов выбор цвета волос бывает и такое. Так как выбор – это прерогатива взрослых, и давая ребенку право выбора, мы показываем ему, что для нас он взрослый, мы принимаем его. Другой способ – чаще спрашивать мнение подростка по тому или иному вопросу, показывая, что это очень важно для вас. Мудрые родители делают вид, что не услышали случайно вырвавшегося бранного слова. И если дома никто не ругается нецензурной брани, то ребенок, постепенно взрослея, не употребляет эти слова. А родители в спокойной обстановке, без руганий, объясняют ребенку, что нецензурные выражения засоряют нашу речь, и что без них тоже можно обойтись, иначе они смогут войти в постоянную привычку. Наиболее частая причина использования нецензурных выражений в речи подростка – это стремление быть принятой в группе сверстников. В ближайшем окружении подростка, если есть сверстники, которые ругаются матом, то ребенок обязательно будет их повторять, будет повторять эти слова, как бы подчеркивая «я один из вас». В данной ситуации родителям рекомендуем воспитывать критичность в своих детях, но это очень сложно, так как воспитывая критичность, мы хотим, чтобы ребенок учился ставить под сомнение все то, что слышит, высказывать свое мнение, которое отличается от мнения большинства. Ну и в завершении несколько небольших рекомендаций для родителей. Если вы услышали нецензурные выражения от своих детей, первое, что нужно сделать, это не накричать, не обвинять, а спокойным тоном высказать свое отношение и свои чувства к этой проблеме. Например, «Мне не нравится», «Я совершенно шокирована», «Не говорить ребенку, «Ты не смеешь», «Как ты могла». То есть таким образом мы переходим на его личность. К примеру, можно сказать, «Я в шоке от того, что сейчас слышу». «Ты же прекрасно знаешь, что дома у нас никто не ругается матом», но в то же время ты употребляешь нецензурные выражения. «Раньше я никогда не слышала от тебя таких слов, просто не могу прийти в себя». Также можно спросить у ребенка о причинах такого поведения. «Я хочу понять, почему ты так поступил». И здесь важно использовать нейтральные глаголы. «Сделал», «поступил». Не надо говорить, «Что ты устроила?», «Как ты мог?». Это опять мы переходим на личность подростка. А такое поведение наши подростки воспринимают агрессивно. Мы советуем вам также вслушаться в то, что вам на это скажут ваши дети. Постарайтесь найти в этом рациональное зерно, почему ваш сын или дочь могли себя повести подобным образом и постараться спокойно, уравновешенно помочь ребенку разобраться в его проблемах. Запаситесь терпением, уважаемые родители. Подростковый возраст проходит, дети взрослеют и начинают понимать, что без нецензурной брани в мире взрослых можно обойтись. Надо добавить, что публичное произнесение нецензурной брани приравнивается к мелкому хулиганству, ответственность за которое предусматривается статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, что влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Когда сердце человеческое развращается, гнилые скверные слова появляются как признаки духовного разложения. Мат осквернеет человека, убивает его душу. В компании матершинников возникает ложный стыд сказать искреннее доброе слово. Такая компания глумится не только над словами «любовь», «красота», «добро», «милость», «жалость». Она пресекает саму возможность открытого чистого взгляда. Русская пословица гласит «от гнилого сердца и гнилые слова». И этим все сказано.